Здравствуйте, приветствую вас на YouTube канале Процветок. С вами Ломонос Петр и сегодня мы поговорим об удобрениях. О тех удобрениях, о тех принципах, которые заставляют наше удобрение вносить осенью. Почему осенью мы вносим удобрения калийные, почему осенью мы вносим фосфорные удобрения? Потому что любое растение, сами понимаете, оно не употребляет непосредственно минеральное удобрение, которое мы вносим. Позже эти удобрения должны перейти в какие-то органические составляющие. Органические вещества не переходят за счет почвенных микроорганизмов, и только уже эти органические вещества растения способны усваивать. Поэтому осенью удобрения дает тот самый неоспоримый факт, что эти удобрения постепенно минерализуются, превращаются в органические соединения, и к весне они готовы уже к употреблению растениями. Если мы эту работу относим на весну, микроорганизмы как бы хорошо не работали в весеннюю пору, все равно проходит какое-то время. Месяц-полтора, пока наше удобрение становится доступным для растений. Поэтому, соответственно, наши растения в начальный период роста могут испытывать некоторый голод. Это один нюанс. Второй нюанс, что некоторые удобрения как бы содержат балласты. Ну, в частности, с одним таких вредных балластов является хлор. Вот самое распространенное удобрение – хлористый калий. Ну, есть, конечно, и другие удобрения, но самый показатель – это хлористый калий, где содержание хлора, значит, может быть до 40%. Хлор действует на растения отрицательно в большом количестве. Оно затормаживает рост, и растения могут даже, проростки трудно пробиваются, даже могут некоторые проростки погибнуть. Поэтому эти удобрения мы вносим также осенью. Ну, давайте начнем по парадку. Ну, значит, начнем с хлористого калия. Почему хлористого калия? Потому что это очень интересное удобрение. Его очень высоко концентрированное содержание калия колеблется от 58% от 58% до 62%. Но неприятная составляющая – это хлор. Значит, хлористый калий выпускается в зависимости от производителя. Он может быть как мелкокристаллический белый порошочек с сероватым оттенком. Также могут быть крупноватые гранулы, красновато-розового цвета. Это все хлористый калий. Что калий помогает растениям? Ну, во-первых, если он вносится осенью, он повышает устойчивость растений к заморозкам и другим приятным условиям. То есть, выступает своеобразная закалка для наших растений. Если сами растения уже сваивают период роста калий, значит, крахмалистость картофеля повышается, сахаристость винограда значительно возрастает, виноград становится более сладким от несения. Свекла от несения калия становится также более-более сладкой. Ну, а если будем калий вносить под бобовые культуры, значит, повышается содержание жира. То есть, они становятся более питательными, более полезными. Вот почему калий, как бы, важен для растений. А вот для того, чтобы снять это действие хлора, значит, мы его вносим осенью. Потому что калий в почве не вымывается, он сохраняется, как бы, в почве, он просто распределяется по горизонту почвенному. Хлор вымывается, и к весне, значит, наши растения уже не будут испытывать негативного влияния от действия хлора. Запоминаем этот нюанс. И еще хлор и стыкалий может служить нам еще одну хорошую службу. В каком смысле? Значит, мы свои участки часто известкуем. То есть, носим доломитовую муку, известь. Так вот, вы замечали, что многие культуры, как бы, очень отрицательно действуют, отзываются на свежее известкование. Например, у картофеля появляется парша. То есть, клубни становятся некрасивыми. В такими все точечках, бородавочках, это результат известкования почвы. Поскольку известкование почвы проносится осенью, значит, мы совместим его с внесением калийных удобрений. Калийные удобрения как бы нейтрализуют отрицательное действие на растения. И наши растения не почувствуют, что почва произвесткована. Но условия обитания растений станут гораздо-гораздо лучше. Вот в чем действие проявится калия. Ну, также осенью буду я вносить еще другие удобрения, которые медленно раствораются. С таким удобрением можно, например, калиймагнезию назвать. Калиймагнезия, так бы, тоже трудно растворимое удобрение. Вот, поэтому его вносим, отдаем, чтобы там с ним поработали почвенные микроорганизмы. Для осенью внесения у нас подходят любые фосфорные удобрения. Потому что любые фосфорные удобрения, суперфосфаты в любом виде, или фосфоритная мука, если она где-то еще сохранилась, значит, они тоже медленно усваиваются, медленно раствораются в почве, поэтому их обязательно вносим в осенью периода. Ну, в осенью периода для того, чтобы повысить закалку наших растений, мы вносим также специальные составы, вот, как показывают кристаллон, где минимальное количество азота, а повышенность содержания фосфора и калия. Ну, это мы вносим под кустарники, под деревья, особенно плодовые, особенно теплолюбивые, для того, чтобы повысить их устойчивость к заморозкам, чтобы они лучше перенесли условия зимы. Ну, заделка удобрений, которые медленно такие растворимые, значит, даже если удобрения быть посыпаны по земле, они просто, ну, не улетучиваются, и такой ветер может снести, а так, в принципе, удобрения, как бы, под действием солнца, они не испараются. Ну, тем не менее, я все-таки советовал бы, чтобы удобрения более полно использовались почвой, значит, заделать. Заделка не надо глубокая, буквально 5 сантиметров, граблями, обычно взяли их, если у вас почва спаханная уже, обработанная, значит, граблями взяли и заделали их почву. Если уже приверженец более органического земледелия, то есть почва у вас не пашется, не оборачивается пласт, значит, тяпку с зубами, берем тяпку с зубами и просто-напросто этой тяпкой оборонуем наше поле. Эти удобрения, как бы, заделываются в почву. Ну, вот еще такой интересный нюанс. Значит, многие можно поспорить, что все начитались и в интернете, и таких выступлений различных, и спросить, можно ли наносить осенью азотное удобрение? Многие дашники ответят, что нет, азот нельзя очень, он вымывается. Ну, вы будете неправы. Почему неправы? Потому что среди азотных удобрений существует такое удобрение, как сульфат аммония. Так вот, сульфат аммония, это единственное из азотных удобрений, которые вносятся также осенью под любые культуры, в том числе и плодовые, очень полезно его вносить, он не вымывается из почвы, он сразу закрепляется в почве. Ну, конечно, сульфат аммония имеет такое свойство, что под действием света он может разрушаться и улетучиваться в атмосферу. Если же он заделан в почву, буквально на 2-3 сантиметра, сульфат аммония будет использован растениями весной. Поэтому это удобрение очень желательно применять под плодовые культуры, нести под плодовые культуры с осени и сделать небольшую заделку почвами. Так что, надеюсь, со всего этого, со всего, что я вам рассказал, мы сделали выводы, что удобрения, которые имеют балластные вещества, которые вредно влияют на растения, вносим осенью. Также вносим любые калийные фосфорные удобрения, без ограничений вносим осенью. И вносим все трудно растворимые удобрения, типа фосфорных удобрений. Также вносим осенью. Внеся осенью эти удобрения, вы будете иметь хорошие результаты весной. Ваши растения сразу найдут себе питание, соответственно, обеспечат быстрый рост, быстрое развитие и порадуют вас богатыми урожаями, чего вам и желаю. До свидания.